Самая частая операция в Сочинском отделении офтальмологии по удалению катаракты. Проще говоря, мутного хрусталика, который нарушает физиологическое прохождение лучей света. Отсюда и плохое зрение. Сегодня ясный взгляд. Врачи вернули Сочинке Наталье Капш. Еще утром она не могла видеть своего собеседника. После замены хрусталика на искусственную интраокулярную линзу, то есть пациенту поставили имплант, зрение вернется и очки Наталье Ивановне уже не понадобятся. Сама операция выполняется под местной анестезией, занимает не более 15 минут. Операция выполняется под местной анестезией. Эта операция выполняется с помощью ультразвука. Это машина, которая этот звук генерирует. Искусственный хрусталик, который мы имплантируем, он мягкий, имплантируется через разрез в 2 мм. Вот таким образом он выглядит. Это искусственная интраокулярная линза, искусственный хрусталик так называемый. Операция прошла успешно. Новый прозрачный хрусталик на месте, и пациент отправляется в палату. Послеоперационный период достаточно небольшой. Уже завтра Наталья Ивановна будет дома. Вот прошло 10 минут после операции, но я никаких ощущений неприятных не испытываю совершенно. Можно встать, ходить. Просто единственное, что нужно полежать немножко. Впечатления неожиданные, потому что настолько это все легко и быстро. Внимание и отношения. Я очень довольна. И от персонала среднего, и от докторов. Из 3000 операций, проведенных в прошлом году, 1500 по удалению катаракты. Но возможностей здесь намного больше. В офтальмологическом отделении 4-й горбольницы самая современная техника. Скоро появится новая, которая позволит охватить один из наиболее сложных разделов микрохирургии глаза. Витриоретинальную хирургию. Операцию на заднем отрезке глаза. К сожалению, сейчас катаракта молодеет. Самый молодой пациент, прооперированный конкретно в этом отделении, 37 лет. Никто не застрахован. Ряд аппаратуры к нам должна прийти, в том числе и в будущем году. Это хирургия сетчатки, витриоретинальная хирургия. Но все необходимые операции на переднем отрезке глазного яблока мы можем выполнять на сегодняшний день в нашем отделении в полном объеме. Оперируют офтальмологи четверки пять дней в неделю. Выходной на этой неделе оказался для них еще и праздничным. Календарь порадовал. День офтальмолога выпал на субботу. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.